Какая революционация? Начнем с этого. Ну, как бы, в психиатрическом понимании, это один из таких кардинальных симптомов психоз, на котором основана очень большая часть диагностики. Псут, когда человек видит или слышит того, чего нет. Или обоняет, или... Или обоняет на любом анализаторе, и верит, что это да, существует. И идет за этим. Существует, как бы, очень много разных видов, типов. Ну, сначала, как бы, по анализаторам. Но ясно, что большая часть, это, в общем, самые частые, самые, так сказать, диагностические значимые, это вербальные. То есть, когда человек слышит обычно во внешнем пространстве иногда, и внутри головы, во внутреннем. И при этом важно, что он слышит слова. То есть, тут сразу подключается языковой канал. То есть, конечно, бывает, что он слышит музыку. Может, может, аптечки, пожалуйста. Есть особый вид галлюцинации музыкальных. Конечно, конечно. Есть особый вид галлюцинации музыкальных. Это не очень частая вещь. Я в своей практике видел несколько таких больных. Обычно это очень длительные такие, хронические вещи, когда они слушают музыку. И иногда даже чётко говорят, что. Как бы, говорят, что вот песни какие-то, это очень мучительное. Очень мучительное ощущение. И обычно к этому есть вот тут, с музыкальными. И очень чётко, обычно, как бы, есть чёткая критика. Они говорят, что это, как бы, ясно, что я, нет ничего. То есть, наружу никто это не, мне не даёт эту музыку. Никто не играет её, никто не проигрывает её. Но я это слышу. И они очень получают. И тем не менее, извини, пожалуйста, когда мы говорим о галлюцинациях, как мне кажется, на бытовом уровне, то мы, прежде всего, тем не менее, представляем визуальные галлюцинации, потому что визуальный канал для нас самый значимый. Но они самые яркие. Они, конечно, самые яркие, хотя для шизофрении характерны, прежде всего, вербальные так называемые голоса. Обычно на приёме у человека, которого не всё в порядке с психикой, доктор осторожно спрашивает, а скажите, вот, а не слышали ли вы голосов? Ну, если он слышал, значит, уже всё. Вот здесь, как бы, иди, что значит голосов? Иногда тебя больные говорят, конечно, слышу, я вас сейчас слышу. Конечно, я слышу голоса, вот там. Так вот, я в эту же струю. Я каждый день вижу и слышу, иногда сизаю и обоняю то, чего не существует. И, как правило, приходится на тёмное время суток, и продолжается там от четырёх до шести часов. Я имею в виду сны. Чем сны отличаются от галлюцинации? То есть, существует точка зрения, что, в общем, они ничем не отличаются, что это, как бы, здоровая разновидность галлюцинации. Я эту точку зрения не разделяю. Я не знаю, как ты. Называют по-разному, как бы. Есть такая точка зрения, что, вообще, наш сон – это наш маленький психотик. Наш маленький частный психотик, который мы каждую, обычный, каждую ночь или, там, в тёмное время, мы его прорабатываем. Существует громадная литература. Вообще, зачем они нужны? Так сказать, компенсируют они это, компенсируют они то, дают они те желания, есть. Но ясно, что мы видим. Но ясно одно, что, когда человек просыпается, он может чётко сказать, что я видел то-то, то-то. И это мне приснилось. Да, мне приснилось. Он определяет это. Погодите, а если граница сна и действительности стирается? Скажем, человек это видел во сне, но через некоторое время это становится таким наведённым воспоминанием, и он абсолютно убеждён, что это происходило с ним в реальной жизни, а не во сне. Склужда рядом. Но это будет воспоминание. Он будет воспоминать, то есть он скажет, я думаю, что это, так сказать, вот у меня это было. Он не скажет, что я это вижу сейчас. То есть мы можем докопаться в его анализе, потому что он когда-то видел это во сне. Есть некоторые аргументы за то, что сон – это разновидность галлюцинации, есть некоторые, которые против. Аргументы за то – это очень важный, для меня во всяком случае, очень фундаментальный аргумент. Это то, что и сновидения, и галлюцинации лежат за пределами семиотики. Что там нет знака носителей. Что мы не можем построить, вот очень популярное название, язык сновидений. Что мы неправильно, неграмотно, никого языка сновидений нет. Потому что для языка нужны знаки. А эти знаки до сих пор нет, либо они как бы не выявлены. Ну как же, а пожар к потопу, потоп к пожару, все эти сонники? Нет, но это уже другое. Это всегда… Тут очень важна такая вещь, что когда мы говорим о сновидениях, это тоже общее, кстати. Когда мы говорим о сновидениях, когда мы говорим о галлюцинациях, то мы говорим не о самих феноменах. Их как феноменов-то в сущности не существует. Наблюдает только один человек, сам для себя. А мы говорим только о том, что люди рассказывают. И когда мы говорим о вещах снах, о галлюцинациях такого-то и такого-то рода, в сущности имеются в виду не сами феномены, а свидетельства об этих феноменах. Вот это точка зрения философского семиотика. Это точка зрения аналитического философа. Аналитического философа. Потому что, когда мы обсуждали предварительно эту тему, я как контр-аргумент, что не существует, а существует только рассказа, высказал, если ты помнишь, аргумент, попытку сравнения с феноменом боли, например. Вот боль существует или нет? Ты тоже никогда, так сказать, субъективно видишь боль, потому что человек говорит, мне болит там-то и там-то, он там стонет, мечется, прыгает, и ясно, что это можно и придуриться, и сделать то, что не существует. Это мы видим, так сказать, классический вариант. Ребенка, который не хочет идти в школу, говорит, у меня болит живот. Футболист на поле, да, в веки раз? Да, у меня болит живот. Это да болит или это он рассказывает? То есть есть рассказ о боли. Ну, это ничего не... Это не аргумент, не контр-аргумент. Это не контр-аргумент. Это добавляет просто то, что... Это Витгенштейн ещё очень об этом любил писать, именно про боль. Про то, что, как он сформулировал это в философских исследованиях, внутренние состояния требуют внешних критериев. Внутренние состояния требуют... Прежде чем дискуссию дарят, всё-таки критерии про и контра, да? Да. А, значит, я сформулировал критерии, которые роднят сновидение и галлюцинация. А чем галлюцинации отличаются? Прежде всего тем, что есть как бы стандартные условия сновидения. Когда человек лежит, глаза у него закрыты, и он не двигается. Для галлюцинации такие стандартные условия не заданы. Человек может лежать и спать, и во сне ему могут... Во сне видится галлюцинация. То есть исследования приводили к тому, что спящий человек может во сне галлюцинировать. Это ещё тоже аргумент. Я сейчас не могу объяснить, как это... Но я вот как раз когда готовился к передаче, я считал, что галлюцинация это как бы не просто стандартное, нечто особое. Ну и потом галлюцинация очень сильно связана с картиной, с феноменологией бреда. То есть человек во время галлюцинации ходит, размахивает руками. Он может там совершать какие-то действия одновременно с этими галлюцинациями. И в этом смысле я считаю, что галлюцинация отличается от сновидений. Но галлюцинация это вот такое достаточно экстремистское заявление, вероятно, что галлюцинация в принципе нерасторжима от бреда. Вот что ты можешь на это возразить? Что это как бы функция от бреда? Что бред может существовать без галлюцинации, но галлюцинации подлинные не могут существовать без бреда. На самом деле, на мой взгляд, конечно, да, могут быть галлюцинации без бреда. Это те ситуации, когда мы говорим не о психозе, скажем, не о шизофрении и не о шизофрениках, а, скажем, о психозе у людей, которым, скажем, из-за каких-то повреждений головного мозга, раздражающих, появляются эти галлюцинации. Скажем, очень часто и довольно хорошо описано явление, это появление галлюцинации у людей глухих или у людей слепых. То есть, когда канал поврежден, канал получения очень важный. Обычно это или слепота, или глухота. Да, кстати, профессор Рыбальский, который написал великолепную книгу «У людей о галлюцинации» был слеп. Вот. То есть, человек видит, или, так сказать, галлюцинирует из-за нарушения зрительного анализатора. Или у глухих. Это очень часто. Теперь, вот при таких органических вещах, когда можно обнаружить, скажем, до сегодняшнего дня непонятно, что, в общем, существует какая-то, как бы, нейроматрица. То есть, по сути, если есть участки определенной мозга, которые, если ты раздражаешь, ты получишь какие-то видения, или ты будешь слышать что-то. И насколько это связано уже с шизофреническим процессом, это другая вещь. Но ясно, что может быть галлюцинация как психопатологический феномен, который не сопровождается или не сцеплен с бредом. Ну, во всяком случае, ты согласен хотя бы с тем, что галлюцинация – это всегда просто патологический феномен. Ну, хотя бы не психопатологический, а патологический. Начинает ли ты согласиться? Ну, это как бы очень большой вопрос. Потому что тут, наверное, не стоит это вылезать, но мы всегда будем сосказывать вот это, присутствует всё время, эта идея о том, что норма и патология. Погоди, прежде чем вы сосказываете куда-нибудь, я хочу вот так выяснить для себя принципиальную вещь. Механизм возникновения, психофизический механизм возникновения снов и галлюцинации одинаков? Я думаю, что нет, но я думаю, что на уровне психоаналитическом, ну, вот, так сказать, глубинной психологии, есть общие вещи. Это так называемый, это больше описательный вариант, это так называемый primary process. То есть, когда человек соскальзывает на уровне... Архаического. Архаического уровня сознания, архаического уровня мышления. То есть, классический пример – это сна. Когда временные рамки стёрты, ты можешь во временных путешествовать и видеть разные вещи во временном масштабе. Ты можешь видеть людей и объекты, которые явно не присутствуют, и совмещать их в одном поле. В этом смысле, в психоаналитическом смысле, это роднит, скажем, это с эзофреническим процессом. Вот я предлагаю поставить другой вопрос, зачем нужна галлюцинация, как бы, чему они служат. И для того, чтобы пытаться ответить на вопрос, я позволю себе привести три примера, а вы прокомментируете их каждый со своей точки зрения. Вот пример, как бы, иллюстрирующий то, что я понимаю, как бы, зачем они нужны и чему они служат. Первый пример – очень простой, известный и достаточно очевидный. Это пример раннесредневекового философа-боеца, который, после того, как он участвовал в политических каких-то интригах, он попал в тюрьму, и его приговорили к смертной казни. И вот, когда он сидел в камере, конечно, очень сильно удрученный предстоящим событием, вдруг перед ним явилась очень красивая женщина. Причем он говорил, что, с одной стороны, она была такого натурального роста, а с другой стороны, она заслоняла с собой все мироздания. И эту женщину звали Философия. И она вступила с ним в диалог. И суть этого диалога была в том, что она убедила его, что смерть не так страшна, как кажется. И после этого большого общения, суть которого была изложена им в трактате, благодаря которому мы и знаем эту историю, в трактате «Доконсуляционная философия», «Утешение философии», после этого философ очень утешился, и его позднили. Спокойно принял смерть. Да. Вторая история более древняя – это история принца Арджуны, одного из главных, пожалуй, главного героя, одного из самых замечательных, мне кажется, текстов мировой культуры. Поэма, которая на русский язык переводится как «Песнь Господня», а на санскрите называется «Бхагавадгита», и которая уже несколько тысяч лет. Такая сердцевина, философская и нарративная сердцевина огромного эпоса Махамхарата. И, значит, суть которой заключается в том, что перед огромным сражением, когда на поле собрались два войска, первая из них, которым он сочувствует автор, так называемые пандавы, и вторая – их войска двоюродных братьев, которым они в кости проиграли царство, вынуждены были уйти странствовать, а потом, после долгих перипетий, наконец-то они встретились. И вот военачальник пандавов, как бы наших, хороших, смотрит на противоположный конец, и вдруг понимает страшную вещь, что ему сейчас предстоит убивать своих очень близких родственников. И он попадает в такую ситуацию, которую я, как бы упреждая свои дальнейшие рассуждения, наше общее рассуждение назову ситуацию двойного зажима, таблбайнда, что, с одной стороны, вроде как бы долг воина, долг к шатре повелевает ему сражаться, а с другой стороны, он не может этого делать. Он попадает в это кольцо в полную фрустрацию, бросает свой лук на землю, сам падает ниц, и не знает, что ему делать. И в этот момент перед ним является бог Кришна, и начинает ему вправлять мозги. И вот, в сущности, диалог между этим видением и принцем и составляет содержание этой поэмы. Суть примерно сводится к тому же самому, что на смерть не следует обращать внимания, что нужно исполнять свой долг, и как бы все будет хорошо. После этого принц действительно вступает в это страшное сражение, и так далее. Третий пример очень короткий, и тоже очень известный и простой. Это пример из Пиковой дамы Пушкина, и, соответственно, из либретто Модеста Мусорского. В этом они совпадают. Когда Герман, значит, уже разгоряченный идеей трех карт, хочет угадать, что это за три карты, ложится спать, ночью во сне к нему приходит графиня, и говорит ему, что тройка, семерка и туз победят тебе три карты в сряду. И вот я вас прошу, смогли бы вы ли как-нибудь прокомментировать эти три примера? Если мы рассматриваем вообще большую психиатрию, психиатрию не каких-то невротических состояний, психиатрию, как бы психозу, очень мало задается, если вообще задается вопрос, зачем это нужно. Вот в этом, как бы, большая принципиальная разница между философским, таким семиотическим подходом, так, ну, лингвистическим, и подходом клиническим и психиатрическим. Теперь ясно, что, если будет позволено, то можно будет назвать, как бы, теоретически можно каждому из этих состояний поставить определенный диагноз. Очень интересно было бы. Значит, например, пример бояцы... Ну, это реактивный психоз. Это, секундочку. Значит, ну, окей. Значит, это галлюцинация, возникающая в условиях сенсорной депривации, так называемой. То есть, когда человек осажает... И это опыты, такие были сделаны многократно, и после бояцы, американские, работающие 60-х годов, это люди в сурдокамерах, то есть сажали специально, полная изоляция любого. И возникали глюки, да? И возникали глюки. И сразу возникали глюки. Не сразу. На определенном этапе у человека возникали глюки. Очень похожие вещи, описанные в психиатрии, то есть просто это и есть, так сказать, психоз заключенных. Когда человек... Обычно это люди, приговоренные, кстати, к смертной казни, начинают галлюцинировать. И обычно содержание этих галлюцинаций это успокоение. И объяснение, то есть... Часто это, как описано в прямой психиатрической литературе, это приходит образ, который говорит, что приговор отменен. Ничего нет, не бойся. Вообще этого ничего нет. Снова. И здесь не вопрос же, как можно поставить диагнозы. Диагнозы можно поставить на основании, так сказать, какие-то... Можно назвать, что это какие-то... В каждом из этих трех состояний какие-то короткие галлюцинаторные эпизоды у людей, которые испытывали тяжелейшие, так сказать, стрессовые... Тяжелейшие стрессовые влияния. Это длительные эпизоды. Это такое галлюцинаторное очень сильное. Там вся поэма, в общем, диалог с этим... Тут другой вопрос. То, что поэма расписывает, это совершенно не значит, что психоз был... Что это состояние... Я очень осторожно к нему отношусь, так сказать, к психозу. Нет, что это состояние было длительное. Это могло быть очень свернутые вещи, которые потом развернулось, так сказать, по времени. Это так же, как и сон. В этом смысле, что сон может быть... Разворачиваться во временных... Как бы субъективный сон может разворачиваться в очень широких временных рамках, как бы перепрыгивание через очень большие... А это проходит минуты. Хорошо, так какой диагноз ты, Арджуни, вставишь? Психозаключенных. Как бы острое психотическое состояние. В состоянии сенсорной депривации. Нет, это баится. Баится. А у Арджуна? Не знаю. И не знаю. А у Германа? Ну, Герман кончает в солнечном доме. Вообще, так сказать, если мы... Герман наш человек. Герман уже скончает в седьмом номере Абуховской больницы. Поэтому, скорее всего, там развивается горячечная, так сказать, когда то, что называли в те времена острый горячечный психоз, то, скорее всего, это инфекционный какой-то психоз, который переходит потом... Острая горячка, которая потом и заканчивается, видимо, так сказать, и приводит его долго на больничную койку. Я хотел задать вопрос, из чего следует, что все три перечисленных случая – это галлюцинации. Ну, откуда появилась бы женщина в камере? Верующий человек скажет, откуда. Ну, это просто, как говорит господин... Нет, верующий не скажет это. Верующий скажет, что видел, так сказать, молился сильной молитвой, и сильное, так сказать, экстатическое состояние молитвенное, и... Но это в данном случае не было. Известны же случаи так называемых массовой галлюцинаций, когда огромным количеством людей является то летающая тарелка, то Богоматерь, сходящая с небес и рекущее нечто. Но по поводу летающих тарелок, мы ничего не знаем, может быть, они действительно существуют. По поводу Богоматери мы также ничего не знаем. И по поводу Богоматери мы тоже ничего не знаем. Я согласен с вами. Я задаю вопрос, с чего вы взяли, что это галлюцинация? С чего вы взяли, что девушка не появилась в камере? С чего вы взяли, что Шива не спустился... Кришна. Кришна не поднялся, не спустился и не дал точное указание, а графиня не явилась во сне Герман, для того, чтобы открыть ему секрет двух пар, как известно, она открыть ее маму. Тогда я могу ответить, почему. Потому что есть два языка. Есть язык естественно-научный, позитивистский, и мы сейчас говорим на нем. А есть язык противоположный, язык как бы духовный. И тогда, конечно, какие там галлюцинации? Тогда нет. Тогда, если уж мы говорим на естественно-научном языке, я возвращаюсь к своему вопросу. Откуда берутся галлюцинации? Каков механизм возникновения галлюцинации? Если мы говорим на естественно-научном языке. Хорошо, тогда давайте... Потому что отмахивать это совершенно невозможно. Если галлюцинации реальны для того, кто их испытывает, если они так или иначе отражают события, которые происходят в его внутреннем мире. Ну, так или иначе. Это внутренняя субъективная реальность. Да. А проецируется она в пространство для других или не проецируется, это, кстати, тоже... Вообще говоря, Саш, мои примеры, они, в общем, приведены в каком-то смысле... И для того, чтобы ответить на вопрос, каков механизм возникновения. Но только этот механизм, скорее, не с физиологической точки зрения, а с метафизической. Вы уж меня извините. Вопрос-то мой в чём? Да. Является ли доказательством отсутствия реальности существования голоса, который говорит человеку что-то в ухо, тот факт, что мы этот голос не слышим? Ну, грубо говоря, есть два приёмника. Один настроен на 100 ровный 1,1 FM, другой на 99,4 FM. Саш, вы понимаете, в чём дело? Вот вы сейчас как бы подмываете рамки нашей беседы, я понимаю вас, но вы как бы уводите немножко беседу в сторону того, что такое реальность. Я просто возмутился тому факту, что вы не ответили на вопрос о механизме возникновения, потому что без этого ответа я, сидя здесь, ничего не понимаю. Так же, как наверняка аудитория, которая положена там. Нет, я не думаю. Значит, во-первых, как бы мы можем не знать ничего о механизме и даже, так сказать, на естественно-научном языке мы можем, скажем, мы не очень много знаем о механизме возникновения бреда, мы не очень много знаем о механизме возникновения и галлюцинации. Да по-моему, мы вообще особо ничего не знаем. И речь идет, что мы позволяем себе на определенном уровне сказать, что дать определенные рамки. Да, я признаю, что для него, скажем, для человека, который находится в алкогольном делирии, он видит картину, он слышит это, и для него это абсолютная реальность, и ничуть не меньше, чем реальность, что я как врач с ним сижу. Для меня абсолютно понятно, что я никогда не смогу его уговорить, что это нет, и это никогда не нужно делать. Для меня также абсолютно понятно, что это происходит, потому что он, так сказать, делал что-то, так сказать, накачивал себя какими-то алкогольными напитками. До этого и прерывал свою алкоголизацию, и из-за этого вошел психоз. Я также понимаю, что это видение или эти слышания могут привести его к абсолютно ненормальному, так сказать, абсолютно патологическому поведению, иногда страшно опасному поведению, и он будет следовать этой своей внутренней реальности и наделывать вещи, которые потом никогда невозможно будет остановить. Что такое вообще психоз? Что такое психоз? Психоз – это такое положение вещей, когда не имеет места тестирование реальности. Вот и в этом определении слово «реальность» мы не обсуждаем, потому что если мы начинаем обсуждать, мы ни к чему не приводим. Психоз – это когда человек не тестирует реальность, то есть когда он не отличает, что существует, то, что нашим консенсусом принято определять как существующее, и он не отличает… И то, что он, кстати, определял до вхождения в это состояние. То есть когда он перестаёт различать внешние свои фантазии, когда он свои фантазии приравнивает к внешней реальности, вот тогда происходит психоз. Зачем это происходит? Отвечая на этот вопрос, я могу вам дать вопрос о механизме включения галлюцинации. Да, пожалуйста. Мы в зависимости от этого пытались посмотреть, вот ответить на ваш вопрос, что же лежит в основе. То есть идея, так сказать, людей, которые работают с этими больными, была такая. Если мы этого человека в момент, когда он галлюцинирует, засунем в какую-нибудь очень хитрую и умную машину, самую тонкую, самую дорогую, которая просмотрит очень хорошо его мозг, просканирует очень хорошо, в реальном времени даже, существующим возможным, то мы поймём… И она ничего не обнаружит. То мы поймём, где… Вот мы сумеем ответить на вопрос, но я могу сказать, в пятой зоне такого-то участка мозга есть такое-то возбуждение, и эта суть возбуждения есть родоначальник, источник и место галлюцинации. То есть любого человека, соответственно, задаст мне возможность, если я засуну вас, сидящего против меня, в эту же машину и протестирую в том же реальном времени, я скажу, вот, отлично, у него есть то же самое возбуждение, тот же участок работает, и, так сказать, красным цветом помечается на гистограмме, отлично, значит, и он галлюцинирует, и он и слышит голоса. Здесь происходит, как бы, некоторое… ну, как бы, примитивизм и примитивизация методологическая, которая заключается в следующем, что да, есть болезнь, мы согласны, что есть сумасшедший дом, есть психиатрическая больница, есть сумасшедшие, которые мы можем определить словом. И, значит, если мы посмотрим хорошо мозг, мы можем найти место, где у него есть галлюцинации, мы можем, если хорошо посмотрим, найти место, где у него бред, и все-все отличные, все другие симптомы. Например, как мы говорили в самом начале, наиболее часто говорили, что у нас это слышание голосов. Обычно это голоса, речь, классический симптом шизофрении, описанный еще немецкими авторами. Сто лет назад, это когда, скажем, два голоса говорят о больном, обсуждают его поведение. Ну, какой-то почти патагноманический, практически симптом, когда больной тебе говорит, доктор, я слышу, два голоса обсуждают мое поведение, или голос дает мне приказы, сделаю и то-то, и то-то. Это больше всего, чего мы боимся вообще на самом деле. Слышит голоса, да и слышит он голоса. Больше мы всего боимся так называемых императивных галлюцинаций, когда он получает приказ. И, слава Богу, практика, слава Богу, к великому сожалению, это наш хлеб, что мы видим множество ситуаций, когда больной под влиянием этих голосов делает конкретное действие. То нет, кого-то убивает. Идет, кого-то убивает. То психиатрия пришла к пониманию, что, в общем, вопрос только в хорошей машине. Вопрос в хорошей машине. Если мы сумеем скатерировать очень хорошую машину и очень хорошо просканировать этот мозг, то мы сумеем найти источник галлюцинаций, особенно вербальных. Понятно, что, ну, как бы, совершенно эмпирическому, что если человек слышит голоса, это как-то должно быть связано с его речью. Тем более, что он слышит обычно четкие слова, четкие предложения. Тем самым с языком. С языком, я считаю, что это связано с языком. Первая самая простая идея была, что, скорее всего, это, как бы, внутренняя речь человека, который просто по каким-то причинам он... Проецирует наружу, перекидывает это наружу, то, что он сам, так сказать, производит внутри, и он не может отличить, по сути, то, что он продуцирует сам, и приписывает это каким-то внешним факторам. Ну, чтобы проецирует это наружу, и это уже слышат потом. Кстати, это получило какое-то подтверждение вообще в неймологических работах, что, как бы, нарушен механизм соотнесения свое-чужое. Вот как, так сказать, как самолеты, вот, как военно-воздушный флот. Механизм отличения свой-чужой, это один из самых, так сказать, тонких и секретных механизмов. Как отличить свой самолет от чужого? Если ты перестанешь отличать свой самолет от чужого, ты будешь стрелять по своим. Нет времени думать. Просто машина не отличит. То же самое, нарушен механизм отличия свой чужого, и ты начинаешь работать. Своя внутренняя чужая. И самая простая идея была посмотреть, вот, как зоны мозга, которые ясно, уже понятно сегодня, не отвечают за речь, как они работают. И если зона, которая отвечает, как это, так сказать, речь, говорение как таковое, работает ли она, не очень удалось показать. Не очень удалось показать, и если я полностью согласен с Владимиром, и не удастся показать, скорее всего. Потому что галлюцинации, как не удастся найти место бреда. Нет куска мозга, который отвечает за бред. И я думаю, что вот эта вот интервенция гуманитарных наук в сферу естественных наук, в частности, в сферу психиатрии, мне кажется, она очень плодотворна. И пример тому, как раз я вот позволю себе начать все-таки отвечать на вопрос, зачем я задал эти примеры. И пример тому, как раз вот труды такого антрополога 20 века Грегоря Бейтсона, который, в общем, ничего особенного не понимал в психиатрии, пришел оттуда извне, и который сделал одно из самых важнейших открытий, который в сущности... Мы прервемся сейчас. Прервемся. Рекламу, да. В общем, мне кажется, эпохи Блейера впервые предложил некую связанную теорию шизофрении, в центре которой лежало так называемое понятие, так называемое даблбайнда, двойного послания, двойного взражема. То есть, с точки зрения Бейтсона, он отвергает теорию генетического происходения шизофрении, которая в психиатрии господствовала до этого. Ну, и сейчас, в общем, в хором искусстве. И сейчас господствует, да. И будет долгое время господствовала. И будет долгое время. По его мнению, шизофреником человека делают родители, ближайшие родственники. И, в частности, шизофреник, по мнению Бейтсона и его коллег, это одна из главных статей, и она подписана тремя, по-моему, именами, или четырьмя даже, состоит в том, что будущий шизофреник – это такой человек, это такой мальчик или такая девочка, который очень плохо работает, и которого очень плохо работает с противоречивыми посланиями. В частности, с посланиями, которые даны на разных логических уровнях. И он приводит классический пример этого, что когда к больному мальчику приезжает мать, приходит мать в психбольницу, то он под влиянием естественного импульса обнимает её, и мать просто из страха, потому что ребёнок психически больной, как бы окаменевает. Он это чувствует и отдёргивает руки. И тогда она ему говорит, дорогой, почему ты, значит, вот так себя ведёшь? Мне бы хотелось, чтобы ты как бы вот меньше сдерживал своё чувство. И вот этот мальчик... Он получает две команды одновременно. Да, он получает две противоречивых команды одновременно. И если более-менее здоровый человек, хотя я по-прежнему, у меня большие сомнения, что таковые существуют вообще в природе, когда более здоровый человек как бы всё-таки понимает, с чем, какой ему выбрать из этих двух, понимает, какой из них первого порядка, а какого второго, так вот потенциальный шизофреник не понимает этого. Он... для него они как бы ходят вот в такой клим, и естественно, когда он не знает, куда ему двигаться, начинается фрустрация. Эта фрустрация и приводит. Вот в этом же примере как бы вот мальчик очень был расстроен и накинулся на санитаров, и его пришлось посвязывать. И вот в такой ситуации тот феномен, который я назвал экстраекцией, то есть в сущности я обобщаю этим понятие сенсорных обманов, галлюцинации иллюзий, она приходит на помощь как некий вот такой вот третий медиативный путь. Вот, смотрите, Буэций посажен в тюрьму. С одной стороны, казнят ужасно, с другой стороны, ты философ должен относиться к смерти. То есть на уровне интеллекта так, на уровне эмоций так. Так, фрустрация. Появляется тетенька, все объясняют, все хорошо. Принц Арджана. С одной стороны, надо сражаться, с другой стороны, жалко убивать своих родственников. Двойное послание, фрустрация. Появляется Кришна, все объясняют, все хорошо. У Германа то же самое. То есть моя теория галлюцинации заключается в том, что ситуация двойного послания, она проявляется как очень важный принцип и феномен того, что противоречий нет, что этот язык больше не работает, что человек вступает как бы совершенно другую реальность, пара непротиворечивая, где не нужно думать, вот закон исключенного третьего работает, а не работает. Он там уже точно не работает. Он снялся. Если хочешь, работает. Не хочешь, не работает. Как хочешь. И вот как бы, ну, в чем смысл? Вот последние годы, десятилетия, психиатры, психоаналитики очень любят говорить, в чем позитивный смысл психической болезни, в чем позитивный смысл депрессии, в чем позитивный смысл психоза. Так вот, позитивный смысл психоза в том, что он не позволяет психи погибнуть. То есть представьте себе, как бы едущие друг на друга два автомобиля, и вот если не психоз, то они столкнутся. А психоз позволяет как бы этой ситуации разрешиться. То есть они просто разъезжаются в разных направлениях по разным мерам. Или диффузируют друг через друга. Или диффузируют друг через друга. Вот тут как бы для меня очень важный момент, который заключается в следующем месте, возможно, будет сказать. И в этом самый интерес. И в этом важность того, что предлагает Вадим. И важность, как бы согласен с этим, совсем согласен. Но, потому что, например, вообще сама идея о том, чем же психоз хорош и что же он дает, она, в общем, для... Для клинициста. Для клинициста она достаточно тяжела. Да ну что ты. Не для любого. Извини. Не для любого. Ну, хорошо, для меня. Для человека. Потому что... Вернемся на несколько фраз назад, Вадим. Который говорит, что вот психиатры, так сказать, думают, что шизофрения, так сказать, это генетическое там. Да. А на самом деле, я думаю, что вообще не надо это противопоставлять. Это две разные... Это как бы разные уровни реальности, если мы так хотим назвать. Принцип дополнительности. Да, это принцип дополнительности был. Это принцип дополнительности. И если мы упремся и скажем, нет, это только, так сказать... Я думаю, что это не только генетическое. Мы даже на сегодняшний день знаем, что даже у однояйцевых близнецов, у которых нет совпадения 100% по психозу, то есть если мы имеем, например, двух однояйцевых близнецов, один заболевает, у второго вероятность только 50%. То есть, грубо говоря, можно сказать, что его генетическая нагруженность 50%, а 50% что-то другое. То есть генетика и есть судьба. Назови это судьбой, назови это как хочешь. Назови это не генетика, скажем. Есть генетика, есть не генетика. Нет, судьба в смысле жизненные обстоятельства. Жизненные движения. Окружение. Да. Поэтому, чем интересен психоз вообще? Психоз таким интересен, что он как бы собирает в себе многие вещи, которые есть и не в психозе. По сути, например, психиатры много исследовали, скажем, брали группу, американцы это очень любили. Нормальных студентов и спрашивали, напротив, были у вас галлюцинации? Да были, конечно. Все что-то видели. Когда-то были какие-то моменты. Микро, так сказать, маленькие психотические, так сказать, штришки. Маленькие психотические явления. Например, понятно, что если вернемся к самому началу, то есть раздражать определенные зоны мозга, то можно получить галлюцинации. И так далее. Но психоз и шизофрения, как королева этого психоза, как, так сказать, то психическое заболевание, которое собирает это, концентрирует и возводит это на свою особую высоту, по частоте, по сложности, по тяжести этого заболевания, она переворачивает все это. И ясно, что здесь пользоваться только логикой или философией генетики невозможно. Потому что она надо до что-то, до определенного уровня, а дальше не работает. Теперь, это чего? Это школа, так сказать, потом развившаяся по поводу шизофреногенной матери и дабл-месседжи, то есть двойного послания, когда эти... Дабл-байнд, это слово не переводится. Непереводимое, как бы, сбивает с толку в слабую психику, и сбивает с толку, но опять-таки оно сбивает не всех, а какую-то, какую-то, должна быть какая-то определенная предусположенность. Это должно быть взаимосовмещение этих... Хорошо. Но вот в этой системе все-таки галлюцинация срабатывает, как предохранитель, или нет? Иногда да. Значит, по... Вот это опять-таки разница. Иногда да, иногда нет. Я повторяю. Что значит предохранитель? Предохранитель от полного разрушения... Да. Предохранитель от полного разрушения психики? Нет, не всегда. Потому что мы иногда видим... Тогда должно получиться вот что. Тогда должно получиться вот что. Скажем, человек, который больной. Возьмем больного, мы определяем это как болезнь. Больной, который галлюцинирует, должен быть более сохранным, скажем, в клиническом смысле этого слова, чем больной, который не галлюцинирует. Нет, ну почему? Галлюцинация – это как бы один из каких-то просто признаков. Я говорю о, так сказать, бредово-галлюцинаторном комплексе. Я считаю просто его более интересным ответом на это. То есть вот тот же Бейтсон говорит, что может быть, соответственно, четыре по четырем типам шизофрении, четыре ответа на шизофреногенное послание. Соответственно, гибофреническое. То есть человек начинает говорить, ой, тетёй, ха-ха-ха, там как-то кривляться. Такой дурашливый. Дурашливый. Может быть, кататоническое, то есть он просто как бы предваряется мёртвым, да? Может быть, просто параноиальное, то есть он начинает во всём видеть там какой-то заговор. Происки вагон. Происки вагон. А может быть, вот такое, о котором я говорю, бредово-галлюцинаторное. То есть реагировать острым параноидом. Но вот в том, что ты говоришь о сохранности и несохранности, я вот что хочу сказать. Кстати, об этом ещё и говорил Блейлер, что существуют талантливые больные, а существуют бездарные больные. И как бы в болезни нужен тоже иметь талант. И я думаю, что талантливые шизофреники своим бредово-галлюцинаторным комплексом, своим параноидом себя очень много спасают и сохраняют себя от слабоумия. И я хочу привести такой пример, не знаю, как ты к этому относишься, или как мы это вообще, пример такого очень, с одной стороны, странного, а с другой стороны, очень характерного для 20 века произведения, как Роза Мира Даниила Андреева. С одной стороны, это, значит, полный бред, полный чушь. Значит, тем более, что ясно, что тут имеет место генетика, отец этого человека, писатель Леонид Андреев, конечно же, был шизофреник. Но с другой стороны, ясно также, что из воспоминаний, что это был прекрасный, превосходнейший человек, совершенно полностью с сохранным интеллектом. И та, значит, вот метаисторическая концепция, которую он описал, и не надо быть ни психиатром из Иерусалима, ни философом из Москвы, чтобы понять, что это совершенно вещь психотическая, тем не менее, так видится, что вот это построение, которое человеку просто спасло жизнь. И если на это смотреть вот именно таким образом, то получается, что это не просто бред, а что это некоторое... Ну, существуют фанатики этого произведения, естественно, как фанатики Рериха, там фанатики Балавацкой, тоже, кстати, одно из ответвлений нашего разговора и нашей переписки с тобой, являются ли сумасшедшими и являются ли галлюцинациями вот такой духовный парапсихологический опыт, который был вот у всех этих духовицев. Но случай Данила Андреева, он, в общем, близок к этому. Он близок, но он интересен для нас именно тем, что... Личность сохранна. Нет, да, что личность осталась сохранна, но при этом, вот скажем, если мы будем читать Светенборга, или мы будем читать Балавацкую, или мы будем читать Рериха, то там как-то всё очень сглажено. А вот Андреев, он как бы вот не притворяется нормальным. И для него, как бы, какой-нибудь Уицераор, там, или какой-нибудь Жругр существует на одном и том же уровне, что император Александр I и там другие исторические, там, Иван Грозный и другие исторические деятели. И вот это произведение для меня интересно тем, что, как говорил Рахметов, он это говорил о последнем произведении Ньютона, толковании на апокалипсис, что в нём, как бы, вот, очень сильный, здравый смысл накладывается на совершенно фантастическую картину. И вот в этом смысле я считаю, что для него это было полностью спасено. А, ну, тут всё-таки надо вернуться к вопросу. Без психоза галлюцинация возможна? Ну, конечно, возможно. Разумеется, всё возможно. Да, конечно. Всё возможно в этом лучшее мировое. А вот, кстати, у меня такой вопрос. То есть, вернее, такой... Да, конечно. Хочу вас позадачить. Галлюцинация может быть без психоза. И вообще, как бы, человек... Извини, Вадим. Извини. И как бы то, что есть галлюцинация, что же оно не значит. То есть, одно неравнозначно другому. Психоз, это... Вот Вадим там давал определение. Это как бы нарушение тестирования. Реальность в человеку ходит. Это может быть с галлюцинацией, может быть без галлюцинации. А галлюцинация не значит... Ну, хорошо. Если галлюцинация возникает без психоза, и я отчётливо вижу или слышу происходящее... Да не может быть так... А механизм... Нет, а механизм... Может. Иосиф говорит, ну, бывает... Ну, что значит галлюцинация? Ну, вот пробежала там что-то такое. Я вам расскажу. Какая-то фотопсия, какая-то... Я вам расскажу. ...вшевня, это не галлюцинация. Это галлюцинация. Ну, слушай, у меня музыка какая-то звучит в голове. Это галлюцинация, Вадим. Значит, через определение это ясно галлюцинация. Для тебя это не галлюцинация, потому что не укладывается в твою опыту. Нет, но есть не реконтинум. Вот посмотрите, вот из моего собственного опыта, да, галлюцинация это или нет. Я стою на веранде дома в Коннектикуте и чувствую за спиной явное присутствие кого-то. Полагая, что это жена или дочь, я не оборачиваюсь, естественно. Впереди в стекле, поскольку веранда подсвечена изнутри, а за окном ночь. Я ясно вижу, что за спиной никого нет, но присутствие ощущаю. Я медленно поворачиваюсь и вижу темные силы от себя самого, которые медленно стираются вот так. Это называется аутоскопия. Что это такое? Называется аутоскопия, феномен двойника. Это галлюцинация или нет? Да. Да. Я нахожусь в психозе в этом. Нет. А вы думаете, вы нормальный, Саша? Это отдельный вопрос. Нет, это вопрос очень важный. В тот момент я ни на секунду не усомнился в том, что это реально существовало только что передо мной. Реально. Значит ли это, что на тот момент был потерян тот самый контроль, то самое различие между внешним и внешним? Думаю, что да. Конечно, да. На этот момент было потеряно это. Но! Вот тут принципиальная разница. Когда вы повернулись, то есть вы себя сумели, потому что вы протестировали. Что вы сделали? Вы перевернулись и протестировали реальность. Это ушло, никого нет. Вы поняли, что этого... То есть вы сумели соотнести то, что вы себе называете... Кстати, вот то, что вы называете реальностью. Но ты себе противоречишь, что Саша в этот момент был в психозе, когда он увидел это. Но просто это было настолько секундарно, что он, как ты говоришь, сразу очень хорошо протестировал, и все прошло. Но это просто было очень короткое. Я позволю себе, вот тут как бы очень важный вопрос, который заключается в следующем. И мы это обсуждали, и я позволю себе... Да мы все время это обсуждаем, только это самое интересное, конечно. Что есть разница между психозом и болезнью. Вот тут есть определенный... Хорошо, это игра, это то, что мы пытаемся... Это то, что мы пытаемся поднастроить, сделать. Я могу даже сказать, что снова что-то, да, является коротеньким психотическим эпизодом. Движемся секундочку, но из которого вы замечательно выходите. Вадим, Вадим, Вадим. Но на вопрос, может ли быть галлюцинация в психозе, да, могут быть галлюцинации органические. Но это не тот случай. Это не тот случай. В данном случае есть описание секундарного, так сказать, эпизода. Я позволю себе привести пример клинический. Вот из него, может быть, что-нибудь, может быть, станет более понятно. Хорошо? Значит, пример моего больного, пациента, который выпил крови у нас в отделении моря. Мужчина около 60 лет, который прибывает в больницу на психиатрическую экспертизу, после того, как убил свою жену. В истории его короткие депрессивные эпизоды. Он вообще, так сказать, человек, он приехал из России, это я описываю случай Русалинский. Он приехал из России, он следователь, подполковник милиции, уголовный следователь. В Израиле он там работал, в каких-то временных работах. В одной ситуации, когда он был, что-то, не очень, видимо, было высокое давление, что-то у него болела голова, не очень себя физически хорошо чувствовал. Он, жена его спит в комнате, он моет в другой комнате пол, что-то убирает. Он смотрит в стекло, где отражается его спящая жена. Вместо спящей жены он видит кабана, дикого кабана, в шерсти и с клыками. Он хватает из кухни, где у него находится, нож, накидывается на этого кабана и начинает его убивать. И он, так сказать, очухивается, приходит. Только когда-то жена кричит, что ты делаешь, я твоя жена, значит, что ты делаешь, он бросает нож. Но, в общем, почти поздно жена умирает. Вот ситуация. Значит, человек говорит, убил никаких смягчающих... Себя самостоятельно не считает. Да, при этом он говорит, оставьте мне, оставьте свои экспертизы, мне надоели. Мне полгода таскаете по экспертизе. Что я тебе хочу сказать на это? Что этот человек очень умный, вернее, его психика, его микропсихоз очень умный. Я думаю, что он просто, что его бессознательное хотело убить жену и придумало, как бы, наиболее, ну, вот такой вот, ну, бескровный для него путь. Просто его бессознательное превратило жену в кабана, и он себе придумал самый выгодный способ убийства жены. И в этом смысле галлюцинация, опять-таки, сыграла с ним очень положительную роль. Она избавила его от 20 лет тюрьмы? Нет, секунду. А избавила ли она его от... А избавила? Он говорит себе, что это был кабан. Я убивал кабана, а не жену. И все. На этом его разговоры с совестью закончены. Там же, видимо, другой случай. Нет, он говорит, что убивал кабана, но виноват. И муки... Отставьте меня со стороны. Ну, это открытая история. Я думаю, что когда мы здесь соберемся в третий раз, мы узнаем про него. Мы можем говорить о микропсихотических явлениях, как бы о коротких психотических эпизодах, скажем. Вот Саша увидел тень, стестировал никого, ничего, слава богу, не сделал, сам не прыгнул, никого не упустил. Замечательно. Повернулся, протестировал, вышел. Это вопрос, который долго обсуждается до сих пор, как бы нет ответа на него. Может быть, однократно, скажем. Вот такое явление у человека однократно. Возвращаемся к моему пациенту. Да, у него однократно. Нет в истории и не будет, скорее всего, никогда больше. Его признать невменяемым, его признать вменяемым. И нас немало поели, немало попили на скроме за то, что мы пытались объявить его невменяемым. И объявить это состояние коротким психотическим эпизодом. Но медицина, все-таки, до сегодняшнего дня, в психиатрии работает, хорошо ли это или плохо это, она работает как часть медицины. И поэтому она неизбежно питается и неизбежно работает на логике медицины. А логика медицины говорит, что должно быть определенное сочетание симптомов, определенные изменения и логика развития этого. И от этого ты не можешь никуда уйти. Потому что Выгодский еще давно, в 30-х годах говорил, не важно, что у человека есть галлюцинация, важно, что он с этим делает. Вот что дальше с этим происходит. Потому что если у человека он, так сказать, прогаллюцинировал, повернулся вокруг своей оси и вышел из этого, мы можем формально это назвать микропсихотический эпизод, и ничего с этим не происходит. А вот если он все это разовьет в болезнь, то я могу сказать, что если он не будет, скажем, лечиться, он, так сказать, придет через какое-то время к определенному исходу. И я примерно себе представляю, что надо сделать, чтобы он к этому исходу не пришел. Это другой уровень. Это уровень, который не требует языковой игры. Это уровень, который не требует вильгенштейновского подхода. Это уровень довольно, так сказать, простой, который позволяет работать в психиатрии на уровне медицины. Проблема в психиатрии в том, что она работает на уровне между этим. И не может, ясно, что она сегодня не может работать. Знаешь, психиатрия очень быстро привыкла к тому, что она научилась лечить и снимать острое состояние. И я считаю, что психофармакология, которая там 30 лет будет или 40? Ну, больше 50. Ну, 50. 50 лет, и история безумия, которая насчитывает тысячи лет. И психиатрия не понимает, что психофармакология – это как раз и есть языковая игра. Потому что, а как лечили раньше? Когда не было никакой психофармакологии? Чем лечили? Что лечили? Как снимали? Как снимали психозы? Как снимали депрессии эти же тягостные? Не было никаких этих самых... Да не снимали в этих... Да в том-то и дело. И психиатрия была другой языковой игрой. И она сейчас языковая игра. Но языковая игра – это не значит игра с языком. Языковая игра – это форма жизни. Это просто некий тип деятельности с определенными правилами. И вот сейчас прекрасное правило. Там Галла передал ему. Там назначить три раза там это самое. Это самое. Потом, значит, вот... Как это называется? Так. И так и пошли, пошли, пошли. Что, по-твоему, это не языковая игра? Да, все прекрасно. Ты его из животного состояния там снял. Но это только изнутри так кажется. А если посмотреть на это изне, то, конечно же, это языковая игра. Конечно же, это форма жизни. Конечно, это очень хорошая форма жизни. Потому что, ну, война – это тоже языковая игра. И убийство, там, серийные убийцы – это тоже языковая игра. Мы об этом не говорим. Но не нужно забывать о... Да, я просто, нет, от критики психиатрии в ее современном состоянии хотел вернуться к теме программы. У меня есть вопрос, который, мне кажется, вполне закономерный. Существует ли, если да, то что это? Массовая галлюцинация? Да, конечно. Это так называемая индуцированная галлюцинация. И они существуют, особенно они существовали в Средневековье, когда действительно видели там каких-то... Меречения, деревни, описания, ну, в российской истории, это вот начало, конец 19-20 века, описание деревень, узких изолятов, обычно это... И под влиянием, так сказать, сильной такой харизматической, локальной харизматической личности. Ну, как бы вся история евангельская, это... Нет, а что же это, вот меня опять интересует, механизм этой проекции? Это тут в данном случае, ну, я считаю, что, во-первых, галлюцинация неправильно называть проекцией, я придумал для этого более совершенное слово, экстраекция. Проекция это когда вы, то есть я на вас как бы валю свои проблемы. То есть я говорю, вот Саша плохой... Хорошо, экстраекция. Вот я экстраицирую нечто, да, что видите вы. И это сразу теряет статус галлюцинации, потому что если каждый из нас... Нет, Саша, не теряет. В этом случае... То есть если много, если видят два, то тоже нет. Господа, нет, тут происходит вот что. При индуцировании, при массовом психозе, просто, недаром Саша сказал слово изолят, очень важное, вот эта группа людей, она представляет, как Иосиф. Я все равно сосланды представляю на этом месте. Ты не сосланд я. И поэтому это просто некое коллективное единое сознание, которое действует по законам, как планктон такой, по законам единого сознания. И поэтому они вдруг по отношению к другу критическую позицию занять не могут. Вот если бы один из них, галлюцинирующий по отношению к другому галлюцинирующему, мог бы занять критическую позицию, то бы мы сказали, нет, это разные люди, разные субъекты. А поскольку они все гуртун, то это один. И если один из них придет кто-нибудь из другой деревни и скажет, ребят, да что, вы вообще с ума сошли, то они ему скажут, давай иди отсюда. И вот этот человек единственный будет свидетелем извне, который поймет, что у них что-то не в порядке. А они сами не понимают, что у них все не в порядке, поэтому они выступают в качестве коллективного субъекта. А еще бывает, это бывает и в наши дни, и всегда бывает так называемый психоз на двоих. Холиду. Да. Холиду и без. Инду церны, когда один, там, мать или дочь начинает, а другой подхватывает, они уже тоже выступают как симбиотическое такое сознание, и у них там общая галлюцинация, общий бред, там все общее, как бы, тоже выступают как единый субъект. То есть субъект, как бы, вот еще одно доказательство того, что субъект это не мозг, а субъект это нечто более абстрактое. Кстати, вот способ лечения. С открытыми границами. Фолье лечения, лечение, просто надо изолировать, так сказать, индуктор. То есть выбери его, вырви его. И тогда у второго. И это пропадает, поэтому, например, правила, общие правила никогда не госпитализируют вот эти двойные психозы в одном месте. Ты человек должен развести по разным отделениям. Ты должен изолировать того индуктора, того, кто воспринял это. Ну, вот самый, так сказать, самый простой пример. Вот буквально три дня назад я был дежурил. Приезжает дочь, которая говорит, что... Там, кстати, разница очень интересная история. Приезжает дочь, которая говорит, на меня сделали колдовство. Сделали колдовство, значит, рабонит, то есть жена раба, которая, значит, обычно обучает женщин каким-то, так сказать, правилами, ну, религиозными правилами, отвечает за женскую часть населения. Она, я у нее работал, и она сделала такой вот... Порчу навела на меня. Я пытаюсь перевести что-то. Порчу на меня. И теперь, это уже продолжается много лет, и этот рабонит сделал не просто порчу. Она пошла к арабам, к особым людям, владеющим особой тайной. То есть до чего дошла ее мерзость, что она уже позвонила. Дальше она уже стала чувствовать, что ее тело под влиянием ее, ее мысли, так сказать, этот рабонит влияет уже на все, и по сути она превратилась в какого-то робота. Окей, я завожу... С ней приезжает ее отец, я завожу ее отца. Вот это простой человек, не очень образованный, говорит, ну, конечно. Конечно, ей сделали, конечно, навели на нее порчу. Какие сомнения, всем известно. И она даже рабом звонила, она даже, так сказать, советовалась уж с такими неевреями, с такими уже колдунами и ведьмами, что понятно, что этого нет. Понятно, что это да, сделано, и никаких сомнений здесь нет. Но вот здесь было видно, например, как у него... Вера его, то есть он верит в одно, а у дочери это уже переросло, так сказать, переросло уже просто в настоящий большой... настоящее большое заболевание просто. А у отца это было просто на уровне веры и на уровне... И она, дочь могла его убедить во многих вещах, но, собственно, он, так сказать, не был объектом этого наведения, этого... Это вот еще как раз одно доказательство того, что психическая болезнь – это прежде всего фактор языка и фактор языкового контекста. То есть может существовать... Вообще же такое, ну, не изучение, а представление безумия как болезни, оно началось вот самое недавно, оно началось в очень позднее Средневековье, как свидетельствует Фуко в своей книге Эстварда Фоли. И в Средневековье, ну, были бесноватые, ну, вот бесноватые. Вот в него вселился бес. И это категория совершенно не клиническая, это категория какая-то вот, ну, нравственная. Значит, плохой человек, он позволил себе вселиться бесу. Нет, ну, была болезнь. Даже, скажем, вот это... Есть, там есть... Там не говорится, что он безумный. Безумный, нет, безумство, безумство, говорится о безумстве. Нет, нет, нет. Нельзя говорить о том, что появилась, четко выделялась, четко выделялась болезнь. Есть, было ясно, что понимание болезни. Конечно, можно... Я думаю, что 20-й век принес больше понимания, вот именно попытка понимания философии. И сегодня это наиболее актуально, когда понятно, что, в общем, то, что ты говорил, что, конечно, психофармакология, вот, так сказать, золотой век психофармакологии, он потихоньку вообще приходит к закату. То есть, дело в том, что мы с тобой говорили перед передачей, что в чем, как бы, беда такой развитой психофармакологии? Что она душит психиатрические исследования. Почему она душит? Потому что... У них нет необходимости, когда психофармакологии можно снимать. Конечно. Не необходимости, а просто примеров нет. Где мы видим бред величия, где мы видим кататомию, все это глушится, снимается, забивается лекарствами. И тот же профессор Бурно мне говорил, что вот все жалуются, ну вот где теперь увидишь настоящего кататомника? Ну что уж. Редкость. Нет, это такая редкость. И они разводят руками их всех, глушат лекарствами. И то, что как бы для человечества, конечно, большая, огромная польза, то вред для науки. И это... В общем, тут надо, конечно, быть немножко более реалистым. Присвечащий человека или с голосами, которые страдают от них, и ты можешь его избавить от него. Бог с ним с вредом для науки, это ему помогает. И все-таки каждый ли больной страдает от галлюцинации? Есть галлюцинации, которые... Ну что уж, конечно, нет. То есть есть люди, которые, да, имеют критику к этому и просят... Тут надо различать галлюцинации, еще и псевдогаллюцинации. Это тема, которую как-то Иосиф не очень поддерживал, но я как русский ура-патриот не могу не упомянуть о том, что огромный вклад в учение галлюцинации был сделан русским психиатром, таким Виктором Кандинским, одним из каких-то дядей художника Кандинского. И действительно, вот такой, один из немногих русских психиатров XIX века, который очень активно существует как персонаж мировой психиатрии. И существует так называемый синдром Кандинского-Клеромбо, который немножко мы не будем осуждать, поскольку он не имеет прямого отношения к нашей теме. И вот этот Кандинский Виктор Хрисандрович, он был интересен тем, что, во-первых, он определил понятие псевдогаллюцинации, то есть такие галлюцинации, которые видятся или слышатся не во вне, не в экстрапроекции, а внутри, прежде всего, это отделение. И, как правило, сопровождаются, могут сопровождаться в большей степени критикой. И еще он был очень интересен тем, что он сам был больной, он, видимо, был шизофреник, и он свою болезнь описал, назвал ее «Идеофренией». И он в своей книге, очень тоненькая книжечка, которая вышла после его смерти, он покончил с собой, все-таки не выдержал. Он под разными именами описывает собственные галлюцинации, поэтому как бы достоверность... Вышит, он оплатил своей жизнью, в общем, это исследование. Нету высшей цены. Да, то есть... А проводились исследования когда-нибудь о том, реально ли, в физиологическом смысле, больной видит и слышит в этот момент? Да. То есть есть какие-то проекции на сетчатке, и что-то у нас раздражается, и слуховой нерв? Нет, нет, я думаю, что, опять-таки, ну, оставим немножко реальную сторону, но ясно, скажем, если мы обнаружим, что у человека, который слышит голоса, возбуждаются определенные зоны мозга, которые имеют соотношение с речью. Перетянуть мостик между этим, это как бы область, которая сейчас очень широко развивается, это область, которую можно назвать нейропсихиатрией. Когда психиатрия пытается показать, мы не философия, мы пытаемся найти, не надо нас обвинять в том, что мы, так сказать, работаем в эмпириях, и любой человек может прийти и скажет, что у меня голоса, иди, докажи, есть или нет. Это, кстати, одна из причин того, что это очень часто симулируется. Симулянты большие любители голосов, и это происходит из общего, так сказать, ну, разлитого понимания, что иди, докажи, есть или нет. Я слышу, ты никогда не сможешь доказать, доказать в смысле поймать меня, а ты не температура, когда ты можешь сказать 39 или 36. Ну, это, кстати, тоже можно очень в горячий чай опустить градусник, очень даже просто. Замечательно, можно стимулировать, конечно, можно стимулировать. Вообще, проблему симуляции, мы её тоже обсуждали в кулуарах, так сказать, наших, да, она очень интересна. В этом смысле я вот хочу задать вопрос, как вы считаете, был ли Гамлет сумасшедшим? У Гамлета всё-таки как-никак была галлюцинация, если это переводить на наш такой вот сугубо, естественно, научный язык. То есть тянется о Гамлета, он её видел, правда, её видели тоже другие. Но, тем не менее, вот я высказал идею, что если человек Иосифа поддержал, он сказал, что психиатры тоже так считают, что если человек вообще приходит в голову симулировать, то это значит, что есть что симулировать. И, по моему мнению, Гамлет, конечно, был сумасшедшим. Здоровый человек симулировать не будет? Не-не-не, это вообще большая другая тема. Есть психиатрический взгляд, который говорит, я это перекинулся к симуляции, потому что очень важно понять, что люди обычные, не психиатры, которые считают, что поскольку невозможно понять, невозможно уловить это, схватить это за хвостик, то поэтому это легче всего. Я просто хочу сказать, извини, что может быть такой вариант, что человек думает, что он симулирует, а в самом-то деле это оно и есть. И вот, по-моему, случай с Гамлетом именно такой. Есть случай с так называемым сюрсимуляцией и так далее. Но есть, как бы, крайний психиатрический взгляд, и есть психиатры, которые придерживаются, что вообще, если человек начинает симулировать, то не просто он это начинает делать. Ну, а есть замечательный, так сказать, вообще Гашевский рассказ о том, что как бы человек это начинает симулировать, чтобы не ходить в армию, что он сухая нога и начинает нога сохнуть. Вот, так сказать, влияние его, и он избавляется от сухости тем, что идет, виниться, садится в тюрьму, отдает все деньги, которые ему дали, как инвалиду, и он выздоравливает. Вот, так сказать, суть влияния его языковой реальности, какая реальность на что влияет. Снова возвращаясь к идее, так сказать, можно ли уловить это, так сказать, поместив голову, нельзя. Нельзя. На мой взгляд, нельзя. Можно определить на определенные... Но ведь, смотрите, если существуют галлюциногены, то есть вещества, химические вещества, способные вызывать галлюцинацию, то на мой взгляд, легко понять, да, какие именно центры они раздражают, где именно возникает в данный момент галлюцинация, куда мы попали, чтобы эта галлюцинация возникла. Можно ткнуть физическим раздражителем в мозг, да, и либо возникает, либо не возникает галлюцинация. Окей, правильно. Но если ты тыкнешь, скажем, если ты тыкнешь в него, ты получишь галлюцинацию, но не получишь психоза. То есть ты получишь раздражение, вот ты получишь как бы в виде, он будет что-то делать. То есть галлюцинация, снова мы возвращаемся к этому, это не равна психозу. Она может быть встроена в него, может быть, так сказать, вообще в стороне от него. Это разные вещи. То есть тыкнуть самым тонким и точным электроном, который нам позволяет сегодня на уровне клетки это сделать, стереотоксические вещи, как в уровне хирургической психиатрии, когда иногда уже в очень тяжелых случаях приходится разрушать определенные зоны, но это не делается при шизофрении, для того, чтобы обрубить, оборвать какие-то очень тяжелые, не поддающиеся ничем тематике. Кстати, вы знаете, какова этимология слова галлюцинация? Какая? Очень простая. Галлюцинация по-латыни – это бред. И в этой связи я хочу, если у нас есть какое-то время еще? Да. Рассказать еще один, поведать еще такую очень интересную систему бредового галлюцинатора, так называемый случай Шрёбера. Любимый тобой. Он любимый мной, и я считаю, что это самое яркое доказательство того, как бредово-галлюцинаторный комплекс позитивно воздействует, как он полезен для здоровья. В конце 19 века в Дрездене был президент суда, Даниил Шрёбер, очень хороший, видимо, порядочный, конструктивный, уважаемый в городе, отец города в общем, фактически, который заболел, наверное, шизофренией, как мы сейчас скажем. Тогда это называлось деменция-параноидность, то есть параноидная шизофрения, видимо. И он заболел, проезжал в больнице 7 лет. У него был любимый доктор, который его лечил. И суть его заболевания, у него бред величия всё время сочетался с бредом преследования. Суть его заболевания заключалась в том, что он считал, что Бог очень плохо понимает в человеческих делах. Потому что Бог не может очень близко подходить к человеческой душе, потому что эта душа начинает его оттягивать. И поэтому Бог имеет дело хорошо только с мертвецами, а живых людей он побаивается. И поэтому, значит, в этой системе Шрёбера Бог дал себя втянуть в заговор вот с этим его доктором, Флешигом, для того, чтобы всех людей умертвить. И в результате этой системы все люди оказались мертвы, и только один Шрёбер остался жив, и он общался с Богом при помощи так называемых божественных лучей, которые там с ним говорили. И в конце концов он выздоровел. То есть у него была очень стойкая ремиссия, потом он ещё раз заболел. И вот потом, это очень интересный вопрос, и вот у меня вопрос к тебе, Иосиф, что это вообще такое? Значит, Шрёбер написал всю эту историю, написал огромную книгу, которая называется «Мемуары нервнобольного». Меня всегда вот потрясала наивность этого названия «Мемуары нервнобольного», в котором описаны отношения с Богом, про эти божественные лучи, про то, что он хочет стать женщиной, для того, чтобы спасти мир. Он должен был превратиться в женщину, чтобы заключить брак с Богом. И вот он опубликовал эти мемуары, они опубликованы, они переведены на английский язык, и колоссальное количество психоаналитиков, начиная с Фрейда и кончая Лакана, их изучали. Это как бы главный такой вот труд по изучению бредового и луцинаторного комплекса. И у меня вот вопрос к тебе, Иосиф, вот в каком состоянии он был, когда он писал эти мемуары и их публиковал? С одной стороны, если он был в состоянии нормальном, то как тогда вот это вот содержание этих мемуаров нервнобольного? А если он был, понимаешь, да? А если он был больной, как же он это писал? Нет, ну это интересная вещь, потому что заключается в том, как больного вообще оценивать на выходе. То есть, грубо говоря, на простом, чисто вот уровне отделение, можно сказать, что человек вышел в ремиссию, его состояние улучшилось, появилась частичная критика к его состоянию, дальше это как бы состояние инкапсулировалось. То есть, он продолжал верить, скажем, что это происходило, но это уже несколько отделилось от... То есть, это не было настолько актуально для него, чтобы определять всю его жизнь. Это произошла определенная инкапсуляция, и мы это знаем, что такие вещи происходят. То есть, какие-то психотические симптомы у человека, который прошел острейший период болезни, они инкапсулируются, если они не проходят полностью, появляется частичная критика. И в этом смысле это позволяет ему, с одной стороны, держать такой мостик. То есть, с одной стороны, говорить, да, это было, это реальность, он не описывает это как психоз, он описывает как полную веру, как это да, было. Но, с другой стороны, это интересно посмотреть, вот то, что я сейчас пытаюсь сделать, что больной сохраняет. Вот как он говорит, как он работает на уровне, когда он в острой стадии, как он работает, когда идет психоз, как он конструирует все это на уровне языка, и как он делает это, когда дистанцирует. Я думаю, что, ну, это как бы идея, которая не очень пока подтверждена, заключается в следующем, что здесь, вот здесь именно язык играет чрезвычайно важную роль, потому что в той стадии, когда имеется острая стадия, острейшая стадия, язык настолько встроен в психоз, что на многом он сам его, так сказать, сам этот весь психоз тащит за собой. Это тот паровоз, который тащит во многом психоз. Когда происходит снижение остроты психоза, тогда происходит разрыв. И вот модель, одну из моделей, которую сейчас мы пытаемся строить, вот я с группой тех ребят, которые работают, заключается в том, что как это можно проверить. А проверить это можно, вот я рассказывал тебе это, на состоянии, когда человек говорит на разных языках. Когда человек билингф, ну, как я, например, который владеет, скажем, ивритом и русским, иврит, поздно выученный язык, я все равно думаю на русском. Я думаю, что сегодня, и вот сейчас я думаю на русском. Но если человек работает на уровне, работает, может работать на уровне двух языков, то состояние двух языков дает нам возможность на состояние острейшего психоза проверить, какой язык как работает. И вот получается, по очень предварительным данным, это пока только в работе, что в острейшей стадии первый язык, родной язык, материнский язык нарушается гораздо больше, чем второй. Он настолько встроен, он настолько замешан в нем, что он нарушается гораздо больше, а второй стоит несколько в стороне. И если удастся иногда искусственным путем заставить человека работать на языке втором, который поздно выучен и скажем, то несколько психоз приглушается. То есть ты этот паровозик отделяешь от, пытаясь оторвать паровозик от всех вагончиков. И тогда начинается немножко по-другому работать. Кстати, были интересные работы, я не очень успел это проверить, по поводу вот слышания голосов на разных языках. На каких языках они слышат это и на каких языках, какие... Я всегда спрашиваю своих больных, например, на каких языках они это слышат. Ну, на родном, естественно. И не всегда. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Очень многие неприятные вещи... Снова, это нету, так сказать, реальной базы металлогической, так сказать, статистической, где я бы мог сказать, да, только так или только не так. Но есть определенная разница. Определенные вещи сдвигаются на второй язык. На второй я имею в виду, когда они разные. Родной и поздно приобретенной языки. И здесь вот эта важность языковой игры и важность этого языка и дает возможность человеку, который выходит из этого психоза, использовать его уже на писание. Использовать его, как мы, в острейшей стадии. И это, видимо, одна из... Вообще, один из... Я хочу сделать еще одно замечание. Ты сказал, родной язык, материнский язык. Мне кажется, что... Вот мы об этом говорили уже с Марком Евгеньевичем, с чем он совершенно абсолютно...